Здравствуйте дорогие телезрители! Рассекреченные документы гитлеровского командования рассказывают о том, как фашисты представляли себе русских в нашу жизнь принципы и национальный характер. И дают представление о том, насколько сильно они недооценивали наш народ. Об этом статья Алексея Богомолова в газете «Совершенно секретно» за май 2014 года. 7 с лишним десятилетий прошло с тех пор, когда немецкие дивизии стояли в 15-20 километрах от советской столицы. И опасность захвата города фашистами была вполне реальной. Тем более, что они весьма серьезно готовились к тому, чтобы расположиться на территории Москвы и установить там свой новый порядок. О том, как немецкие военные представляли себе наш город, что думали о его населении и проблемах, а также о русском характере в целом, можно узнать из документов германского генштаба под общим названием «Военно-географические данные по Европейской России. Москва». И некоторых других штабных документов вермахта, которые хранятся в архиве президента Российской Федерации. «Любопытно, что некоторые положения военно-географических данных весьма напоминают современные аналитические записки, посвященные проблемам российской столицы, хотя терминологии и тон в них несколько иные. Вот что говорится о населении довоенной Москвы. Сама по себе Москва, благодаря своему центральному расположению в коренных областях русского пространства, является митрополией русского великорусского народа. Однако наряду с великорусами здесь можно встретить представителей всех многочисленных народов, народностей и племен, объединенных в союзе СССР. Разумеется, евреи очень широко представленными и занимают в партии и государстве все руководящие посты. «Любопытно, что немцев, которые заведомо считали себя победителями, очень интересовало, кто и как будет работать на благо Великой Германии. Они, как им казалось, очень внимательно изучили основные черты русских и считали именно их, а не иммигрантов из советских республик, главной рабочей силой. То он городскому населению, отмечалось в документах немецкого генштаба, создает великорусский народный характер, который гораздо более чушь немецкому, чем это принято обычно считать. Наиболее заметны следующие качества великоруса – недоверчивость, терпение, отсутствие имеющегося у нордической расы личного своеобразия каждого отдельного человека, оживленная разговорчивость и быстрое изменение настроения от одной крайности к другой. Вопреки своему часто большему личному мужеству, он всегда боится ответственности. Под надзором в большинстве случаев – прилежный работник, но очень склонен к тому, чтобы оставить работу при всяком подходящем случае, и его поэтому не без оснований третируют, как ленивого. Сильнейшей воле русских охотно подчиняется. В общем, наших дедов и прадедов ожидала не сильно интересная перспектива – подчиняться воле победителей и трудиться под их бедительным надзором, без всяких там перекуров и отгулов. Понятное дело, жизненные стандарты в Германии и СССР были разными, причем разница эта была не в нашу пользу. Составители справки о проблемах Москвы некоторые вещи просто поражали, а информации, судя по всему, у них было предостаточно. Густонаселенный, миллионный город Москва со своей пестрой смесью русских, евреев, украинцев, татар, поляков, белорусов, латышей, армян, восточных азиатов и т.д. представляет картину тесного перенаселения при самых примитивных жизненных условиях. В единичных комнатах, запущенных в большинстве жилищ, живут семьи со многими детьми на официально указанной им жилплощади, на которой недостаточная опрятность приводит к немыслимому загрязнению. Конечно, когда резиновых квартир в нынешнем понимании этого слова не существовало, было очень мало нерезиновых. Подавляющая часть населения жила в коммуналках, причем условия были ужасающие. Как там у Владимира Высоцкого? На 38 комнатах всего одна уборная. Немецкие аналитики писали о жилищном вопросе в столице так. Русское население, испокон веков, стоявшее на низком жизненном уровне, всегда доставляло небольшие притязания на жилищную площадь. Сильный перерост городского населения чрезвычайно усилил последние годы жилищный кризис. Вновь выстроенная жилплощадь составляет 40% жилплощади 1917 года, в то время как население выросло почти втрое. В настоящее время на каждого жителя выпадает 3,5 квадратных метров жилплощади. Жилищные, коммунальные и национальные проблемы фашисты предполагали решать силовыми методами. Возможное оставление Москвы советскими учреждениями оставило бы остающееся население прежде всего в хаотическом состоянии. Поэтому с самого начала нужно иметь в виду широкие галлицейские мероприятия. Тоже отметим, перспектива не самая приятная. В довоенное время, как впрочем и сейчас, в Москве приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры была организация общественного транспорта. В прошлой осенью мэр Москвы Сергей Забянин в интервью Независимой газеты отметил, что для решения транспортных проблем в Москве было отпущено под минимум 15 лет. Вот что о транспортной ситуации в нашей столице писали 72 с лишним года назад специалисты германского генштаба. Общий жизненный уровень постоянно страдает от несоответствия между постоянным приростом населения и возрастающими трудностями в обустройстве этого прироста. В средствах сообщения люди толкутся неимоверно. Даже в подножках, в буферах пассажиры стараются захватить место. Несмотря на все старания, проблема быстрой и дешевые перевозки пассажиров в Москве еще не решена. Строительство средств сообщений не может угнаться за скачкообразным возрастанием населения. К этому следует добавить, что московскому населению больше приходится находиться в разъездах по сравнению с населением других столиц. Ибо в результате плохой организации советского хозяйства жителям приходится из-за каждой мелочи преодолевать большие расстояния. Поэтому состояние московского городского сообщения является исключительно аморальным явлением по сравнению с другими крупными городами. Ни один город в мире не имеет столько регулировщиков уличного движения, как советская столица. Кроме собственного регулировщика движения, на тех же улицах применяются дюжины милиционеров, которые должны следить за протоком пешеходов. Я, конечно, небольшой специалист в области исследования проблем развития городской инфраструктуры, но все-таки те строки, которые вы, уважаемые читатели, сейчас изучаете, что-то мне напоминает. Причем что-то совсем недавнее. А написано это все было, напомню, 70 лет назад. Кстати, сюжет о милиционерах, следящих за пешеходами, заслуживает внимания городских властей и ГВДД. Немцы давали не очень высокую оценку столичным системам здравоохранения и обеспечения граждан продуктами. Они считали, что наши граждане поголовно недоедают и в большинстве своем чем-либо больны. Обеспечения продуктами питания сплошь до рядом недостаточно, так что большие слои населения должны часто недоедать. Хлеб, гречневая каша и щит составляют для многих людей важнейшие виды пищи. Таким образом, сильно понижается биологическая сопротивляемость, что становится правилом. При этом положение вещей неудивительно плохое состояние здоровья населения. Опасность заразы велика, распространение заразы во всех отношениях находит благоприятную почву. Имеющиеся статистические данные о заразных заболеваниях следует считать недостаточными. Насколько можно судить по числу заболеваний, на первом месте стоят малярия и туберкулез. Затем следует костер, тиф, сытной тиф, скарлатина, дифтерия, возвратный тиф, трахома и бешенство. Чрезвычайно распространены беневические заболевания. Следует считаться и с холерой, а при случае также занесенной с востока чумой. Все вышеописанное должно было стать основой для того, чтобы ограничить, если не исключить, близкое общение немецких солдат с космических, с москвичами. Особое внимание уделялось исключению сексуальных контактов. Для охраны здоровья иностранных войск важно, необходимо избегать всякого тесного общения с местным населением. Всякие половые сношения в связи с широко распространенной среди населения заразы чрезвычайно опасны. Помимо этого следует считаться систематическим использованием проституции в целях шпионажа. Такое явление, как массовая проституция, если верить советским источникам, планировалось победить только в перспективе. Замечательные слова содержатся по этому поводу в Малой советской энциклопедии, изданной в начале 30-х. Отдельные проявления ее будут рассматриваться как болезненные явления, подлежащие лечению. Либо как трудовое дезертирство, с которым будет вестись борьба в соответствующих формах. Оказывается, у русских и культура была. Конечно, немцев больше всего интересовали военные и промышленные объекты Москвы. В соответствующем разделе фашистские генштабисты довольно обстоятельно рассуждали о том, каким образом нарушить работу заводов и фабрик. В документе говорилось, что промышленность Москвы и ее близких и дальних окрестностей в значительной степени зависят от нынешнего производства электроэнергии. Разрушение, прежде всего, электростанций Шатуры, Каширы, Сталиногорска, так же, как и линии высоковольтных передач, чувствительно нарушило бы промышленное производство Москвы и других промышленных пунктов. Сосредоточение промышленности делает Москву чрезвычайно уязвимой целью, прежде всего для воздушных полетов. Разрушение важнейших оборонных и других заводов лишало бы Советский Союз важнейших предприятий военного хозяйства. А вот дальше речь идет о культуре. Как столица Москвы является одновременно центром научной и культурной жизни Советской России. Еще со времен царизма Москва обладала рядом научных учреждений и культурных заведений. С решением Совета превратить Москву в столицу в последнее, так же и в культурном отношении приняла на себя задача старой столицы Петербурга, ныне Ленинград. С целью подчеркнуть это положение и внешним образом воздвигнуть ряд зданий. Особенно дорожает мыслью сделать Москву столицей мирового пролетариата, как это звучит в советско-русском выражении. В заключении делается общая оценка структуры Советской столицы. 4-миллионный город рос неорганически. Многое из блестящей внешности города является только фасадом, за которым скрывается немыслимый в немецких условиях жизненный стандарт городского населения. Вот вам и оценка русской культуры. Еще раз, значит, 4-миллионный город рос неорганически. Многое из блестящей внешности города является только фасадом, за которым скрывается немыслимый в немецких условиях жизненный стандарт городского населения. Пропаганда среди русских рабочих. Последние 70 лет мы частично вспоминаем о Геббельсе и его пропагандистской машине. Самое любопытное, что большинство журналистов и литераторов, часто обвинявших друг друга в Геббельсовщине, не только не читали трудов этого видного деятеля национального социализма, но и не изучали материалов, которые выходили из недоруководимого им ведомства, а следовало бы. В качестве примера я хочу привести читателю цитату из другого трофейного документа, написанного в стиле Геббельса. Распоряжение Главного командования с пропагандой силы от 6 октября 1941 года номер 8728-41. Нужно постоянно подчеркивать, что Германия является только врагом большевизма, но ни в какой мере врагом советских рабочих. Напротив, победа Германии принесет также и здесь освобождение и положит конец бесстыдному рабству рабочих. Вместо большевистской стахановской системы, которая за невероятно жалкую плату, точно по своей покупательной способности, несправедливо выжимает максимальную долю эффекта рабства из порабощенных людей, немецкое командование наведет такой порядок, который даст каждому рабочему, как это имеет место в Германии, справедливую долю за его работу. Приличная заработная плата придет на смену обмана плате. Будет положено покончено с методами тюремных администраторов и рабовладельцев, которые применялись до сих пор в пользу благоразумной, справедливой организации работы. Это, так сказать, политика пряника. Ну и про кнут фашисты тоже не забывали. Постоянно нужно вколачивать именно в головы молодых рабочих, которые склонны следовать советским приказам, что тот, кто разрушает свои машины, устраняет предпосылку для своего существования и этим практически совершает самоубийство. Не говоря уже об этой стороне вопроса, что каждый, кто разрушает машины, где важное для жизни имущество, совершает враждебные действия против немецкого государства. Однако всем должно быть достаточно медленно известно, что немецкие вооруженные силы не оставят неотомщенными враждебные действия, направленные против них. Примерно таким образом выглядела гибельская классика. Немного о власти. Любопытно, но данные немецкого агентштаба 70-летней давности о концентрации органов власти в Москве не сильно разнятся с современным положением в столице. Это, по мысли фашистских стратегов, затрудняло или даже делало невозможной их быструю эвакуацию. Пожалуй, нет ни одного города в мире, в котором было бы скучено такое множество административных, этой станции, как в Москве. В центре города сконцентрирован гигантский разросшийся аппарат, учреждения и инстанции, которые контролируют СССР в политическом, мировоззренческом и хозяйственном отношении. Москва – господствующий узел железнодорожных и воздушных путей сообщений и телефоны телеграфных линий по всей России. В Москве, в самом крупном промышленном городе Союза и в прилегающих районах сконцентрирована военная промышленность. И, наконец, город является крупнейшим гарнизонным центром русских вооруженных сил с множеством военных учреждений, зданий и заведений. А в заключении делается вывод. Внезапное быстрое перемещение центральных государственных учреждений во время войны в русских условиях можно считать исключением. А вот тут фашисты ошибались. Эвакуация государственных учреждений партийных структурных и промышленных предприятий на восток была осуществлена стремительно и квалифицирована. И это во многом обеспечило для немцев захват столицы СССР. Примерно так же Наполеон не очень интересовало московское пепелище в 1812 году. Но в отличие от того времени столицу СССР врагу так и не отдали. Почему красноармейцы так упорны? У немцев было достаточно своеобразное понимание мотивации, присущих советским солдатам, а также их нравственных и боевых качеств. Летом 1942 года появился любопытный штабной документ под названием «Источники военной мощи Красной Армии». В нем делаются следующие выводы. Большевистская система сумела азиатско-деспотическими средствами возбудить фанатизм и стадное чувство, развить и использовать. Фанатически убежденные в большевизме часть личного состава, находящаяся под руководством отлично обученного, политически посредственно подготовленного, но вполне надежного офицерства, составляет ядро Красной Армии. Ее движущую силу основа системы, придающую силу и энергию всеми частям. Огромную массу безвольно следующих за ней, подклёстывая, она сплачивает и ведется собой. Над этой основой, или лучше сказать, за ней, стоит политрук, комиссар. Он следит за тем, чтобы сооружение не трещало по швам. Военная мощь Красной Армии, с одной стороны, опирается на стадные чувства, отсутствие самостоятельной воли и бездумное упорство, сочетающееся с восточным фанатизмом и политической убежденностью. И, с другой стороны, на тщательно отобранный, по-солдатски воспитанный командный состав. Все это находится под надзором активных деятелей или людей, извлекающих выгоды из политической системы. Поэтому красноармеец и воюет так упорно. Но не в качестве одиночного бойца, а с копом в массе. К уничтожению такого противника может привести только исключительно жесткая, безжалостная война, в которой надо применять все современные средства разрушения и морального подавления. Только таким способом можно полностью расстроить планы вражеского командования и уничтожить его живую силу. История доказала, что разгадать загадочную загадку русской души, определить национальный характер и реальные источники мощи Красной Армии у фашистов так и не получилось. Слишком сложной оказался задача для высокообразованных европейцев. Русские снаружи и внутри. 17 сентября 1943 года Пантелеймон Пономаренко, начальник Центрального штаба партизанского движения, направил Сталину трофейную брошюру «Политические задачи немецкого солдата в России в свете тотальной войны», подготовленную для занятий с личным составом частей подразделений штабом 3-й танковой армии. В ней характеризовали характеристики русским и нашему национальному характеру делаются уже гораздо более взвешенные, чем в начале войны. Но все равно русскую душу и источники силы нашего народа фашистам понять так и не удалось. А все их инструкции по общению с местным населением так и остались на бумаге в качестве невыполнимых пожеланий. При характеристике русских нельзя поддаваться первому впечатлению. Внешний вид русских, как их образ жизни, следует отнести за счет систематической пролетаризации масс, что типично для Советской России. 25 лет в Советском Союзе производилось наиболее необходимые предметы потребления, так как все хозяйственные силы страны были мобилизованы на вооружение. Поэтому понятно, что внешность русских говорит о крайней бедности и обнищании. То, что трудно отличить офицера от солдата, инженера от рабочего и напрасно искать тип культурного русского, вполне понятно. Большевики систематически уничтожали старую русскую интеллигенцию. Современная интеллигенция в большинстве своем вышла из народа и развивалась современная изоляция от Европы, не имея перед собой примера культурного человека. Нельзя отрицать талантливость русского человека. Только этим и можно объяснить отдельные выдающиеся достижения русских. Характерной чертой русских является богатство чувств и аффектов. Иначе говоря, интенсивность внутренней жизни. Богатством внутренней жизни и объясняется удивительное сочетание противоположных черт русского характера. Честность, правдивость, доброта и верность сочетаются с замкнутостью, живостью, хитростью, насилием, жестокостью и фанатической ненавистью. Русский живет не умом, а чувством. Он следует своему сердцу. Этим и объясняется его большая религиозность. Русские веруют. Они хотят веровать во что-нибудь или в кого-нибудь. Это надо понимать не только в религиозном смысле. Если нам не удастся заставить русских поверить в нас, то вряд ли подействуют разумные аргументы. Поэтому основное своим поведением завоевать неограниченное доверие русских. При этом они очень хорошо отличают естественное от фальшивого. Далее одной из характерных черт русских является выносливость, непонятная для немцев. Русский человек привык переносить страдания и обиды. Это не значит, что у него атрофировано чувство обиды. Причиненная несправедливость вызывает глубокие моральные переживания, хотя внешне это незаметно. В то же время, как европейцы стараются отомстить за обиду, русские научились переносить страдания с фанатическим терпением. Если же чаша переполнена, русский человек восстает, и долгое терпение разражается с бешеной безумной силой. Характерно также и то, что русским необходимо крепкое руководство, сильная личность. Они радостно следуют за энергичным, признанным ими вождем, который личным примером и теплым чувством сумеет завоевать их доверие. Они готовы на жертвы и являются крабрыми бойцами. Особенно русские благодарны за сердечную теплоту со стороны руководства. Если русский верит и чувствует справедливое отношение к себе, он готов перенести строгость и даже жестокость. Он обладает свойственным туземным народом, чувством справедливости. Хорошее и справедливое обращение для него важнее, чем благоприятные условия жизни. Не шовинисты и не националисты. Русские, восторженные в своих действиях, они всегда ищут идеи. Особенно популярны патриотические идеи, так как русские патриоты. Простой человек в большинстве случаев подсознательно настроен патриотически, поэтому большевики с очевидным успехом апеллировали к национальному чувству русского народа. Каждому русскому свойственна глубокая любовь к родине, к матушке России. Эта любовь к родине мешает, меньше всего носит национально-патриотический характер. Она относится главным образом к необъятным просторам и естественным богатствам страны. Русские гордятся широтой своей территории и характера. И в действительности отличаются этим во всех отношениях. С европейской точки зрения эта широта беспредельна. Русские по природе не шовинисты. Ненависть на национальной почте среди русских не популярна. Их гигантское государство состоит из множества народов и рас, и общение с людьми других обычаев и культуры для них привычно. Русские также не знакомы с антисемитизмом и расовой точкой зрения, хотя проводят между собой и евреями известные границы. Они видят в евреях в первую очередь поддержку и пособников большевизма, и поэтому своих врагов. Из характерных черт русских следует отметить еще гостеприимство. Ранее столь известное гостеприимство сохранилось и в условиях современной бедности. Руководство пользователя. Правильное обращение с русскими поможет вселить в них веру в немецкого солдата. Еще раз подчеркнет его превосходство над ними. Чтобы русские признали немецкое господство, необходимо заставить их поверить нам и добиться полнейшего доверия с их стороны там, где нам это выгодно. Этого можно достигнуть в первую очередь безупречным поведением наших солдат и внимательным отношением к русским, с учетом их личных желаний и потребностей. Немецкий солдат должен вести себя с русскими, как с европейцами. Немецкий солдат должен стремиться показать себя перед русскими с лучшей стороны. Русские стремятся к справедливости, которой они были лишены при большевиках. Если немецкому солдату удастся убедить русских в своей правоте, то наше превосходство перед большевиками станет им совершенно очевидным. Каждое недозволенное изъятие имущества у русских рассматривается ими просто как воровство. Наша уверенность в том, что русские заберевают существование большевизма и привык к подобным кражам, совершенно несправедливо. Русские ничего не имеют против военных налогов, если они упорядочены и обеспечивают им положительный минимум. Превышение отдельными немецкими солдатами их власти ставит русские в бесправное положение. Также необходимо принимать во внимание личные и национальные привычки русских, дабы не задевать последних. Следует быть тактичными и вежливыми в обращении с ними. В глазах русских вежливость является признаком культуры. Немецкий солдат должен держать себя по отношению к русским вежливо, но с надлежащим достоинством. Лишь тогда он добьется доверия и внимания со стороны русского. Грубый и дерзкий тон может обеспечить только временный успех и вызывает у русского чувство страха. Он рассматривается русскими как пренебрежение к их личным и национальным привычкам и обычаям. Из истории русские хорошо знают, что культура и цивилизация пришли в Россию с запада. Грубые и бестактные отношения рассматриваются в России как некультурность. Начинает наводить русских на мысль, что так принято вести себя в Европе и подрывает веру у русских немецких солдат. Уважение к немецкой армии, послушание по отношению к немецким властям достигаются путем быстрых и строгих, но справедливых наказаний. Русский послушен и исполнительен. Если он чувствует превосходство немецких властей, русский народ нуждается в постоянном руководстве. Государственная власть в России очень авторитетна и стала для простого русского необходимостью. Следует постоянно наблюдать за настроением русских, которое часто меняется в зависимости от отношения к ним. Тот же самый русский, от которого путем хорошего отношения можно было добиться доверия, честности и преданности, при чересчур жестком и несправедливом отношении к нему превращается в замкнутого, недоверчивого и фанатически ненавидящего нас врага. Во избежание необдуманных действий стороны русских необходима строгость и твердость, и то и другое должно быть справедливым. Действовать нужно холодно и разумно, не слушая собственного чувства, ни строгость и твердость, ни тактичность и вежливость, ни европейские отношения не помогли фашистам подчинить наших дедов и прадедов, добиться уважения и послушания от бабушек и прабабушек, убедить в своей правоте наш народ. Зачем фашистам была нужна Москва? Немцы называли захват столицы СССР одной из главных целей Москвы в войне. Москва является не только главной целью наступления в Центральную Россию, но и одной из важнейших целей наступления на всем русском пространстве. Короче говоря, во всей Восточной Европе. В документах германского генштаба довольно подробно описывается, каким образом немецкие солдаты и офицеры будут размещены в столице. Москвичей, в принципе, никто не собирался выселять из квартир. Напомним немцам, они по германским стандартам просто не подходили. Поэтому планировалось занять все казармы и общественные здания. Кстати, практика размещения войск в театрах и музеях была обычной во время Великой Отечественной войны. Для цели расквартирования войск следует в первую очередь иметь в виду казармы Красной Армии, принципиально исключая частные квартиры. Следует, кроме того, занять гостиницы, театры, школы, выставочные залы, клубы и общежития промышленных предприятий. Материальные парки можно разместить в многочисленных парках и на стадионах. Судя по всему, 20 июня 1941 года, напомню, это время составления цитируемого тут документа, немцы все же сомневались в том, что они смогут захватить территории, которые находятся в восточной Москве. Их более всего интересовало зерно и уголь Украины, нефть Баку и промышленные предприятия Европейской части СССР. А остальные перспективы были туманными. Является ли Москва решающей целью войны? С занятием или разрушением Москвы руководящие военный, политический и хозяйственный аппарат и важные устои советской власти будут парализованы. Но это не повлечет за собой решение войны. Величайшим противником тогда все еще остается пространство, которое восточной Москве теряется в бесконечности. Будут ли, во всяком случае, имеющиеся восточные советские части находиться политически твердо в руках руководства после падения столицы? Это политический, а не военный вопрос. Как показала история, и политический, и военный вопрос. Решился не в пользу фашистской Германии. И пожить немецким солдатам в Большом театре и Третьяковке так и не удалось. Вот такая вот интересная статья Алексея Богомолова по поводу того, что немцы думали по поводу русского характера, русской души. О том, как они легко займут нашу столицу. И парадами маршами по Красной площади разместятся в Большом театре. Вот. Ну, в общем, все это история, которую необходимо знать. И как, заметьте, как они грамотно и тонко подходили ко всем вопросам. Изучали, анализировали. Наверняка работали целые институты для того, чтобы нас покорить и сделать рабами. Это нельзя забывать. Необходимо об этом помнить. До встречи на канале Питивестов. Не забудьте подписаться.